Как уложиться в тот бюджет, на который пара рассчитывает? В связи с тем, что, естественно, не все мы обладаем миллионами, миллиардами и так далее, и, естественно, не все делают, не то, что не все, а все делают свадьбу первый раз в своей жизни, поэтому этот вопрос особенно важный. Бюджет должен быть адекватен. Это нужно понимать. О чем здесь речь? Речь о том, что зачастую парни и девчонки, которые готовятся к своей свадьбе, хотят, чтобы свадьба была, грубо говоря, как Мерседес, а бюджет имеют, как на Жигули, и немножко не понимают, что сколько стоит. То есть нередко я встречалась с таким, что девчонки приходят и говорят, вот мы видели вот такую-то свадьбу, ну вот посмотрели, здесь посмотрели, ну здесь в принципе что, здесь же все по минимуму, что тут, ну лампочки тут висят по минимуму там на потолке, да, ну что там эти лампочки, ну здесь цветочков прям совсем чуть-чуть, здесь в принципе ничего такого нет, салфеточки, ну как красиво, как красиво, наверняка здесь не больше 30 тысяч бюджет на декор, но по факту девчонки не знают о том, что помимо этих лампочек, во-первых, сами лампочки стоят денег, да, а помимо этих лампочек, есть привозные столы, которые стоят недешево, есть привозные стулья, которые тоже съедают определенный бюджет, это хотя бы просто, чтобы доставить эти стулья, каждая салфетка тоже стоит денег, каждое кольцо стоит денег на эту салфетку, каждая постановочная тарелка стоит денег, и на самом деле там совсем другие бюджеты заложены. Чтобы вам понять, на какой бюджет ориентироваться, вы проконсультируетесь со специалистом, я об этом говорила на встрече с невестами в том числе, я об этом говорю сейчас, о том, что консультация со специалистом реально поможет расставить все точки над «и», вы реально сможете сориентироваться о том, что, ну что сколько стоит, потому что, ну понятно, что вы этого просто элементарно не знаете. Я ведь не зря веду свой канал на YouTube, я веду для того, чтобы помогать вам, для того, чтобы отвечать на ваши вопросы в том числе, да, и если у вас есть вопросы в том числе по свадебному бюджету, вы задавайте, вы их спрашиваете, вы спрашиваете, а реально сколько, в какую цифру там могло бы выйти это, это или это, я отвечу вам на вопрос, я вас проконсультирую, потому что настолько видно, что люди не понимают, что сколько стоит, и исходя из этого возникают, конечно, сложности, и молодожены выбиваются из свадебного бюджета. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. Понятное дело, что цены каждый год меняются. Бывает такое, что, допустим, невеста была на свадьбе или помогала организовывать свадьбу своей сестре, например, да, свадьба была, предположим, там, 3 года назад у сестры, или там, 4 года назад, и вот пришло время ее собственной свадьбы, и она понимает, что ей хотелось бы, да, чтобы это было либо так, либо лучше, чем у ее сестры. И в итоге она рассчитывает на ту сумму, которая была у ее сестры, но цены каждый год меняются, реально меняются. Штука в том, что цены, я могла бы сейчас сказать, что каждый год цены растут, 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 но я слукавлю, если так скажу, потому что не по всем позициям цены растут. Есть позиции, по которым цены реально уменьшаются, есть позиции, по которым цены возрастают. Поэтому, чтобы начать ориентироваться в ценах, нужно элементарно проконсультироваться с человеком, который занимается этим, который сможет дать вам развернутые ответы, который реально сможет вам помочь и проконсультировать, сможете ли вы уложиться в ту или иную цифру, чтобы не получилось так, что у вас действительно огромное количество людей, а при всем при этом вы думаете, что я спокойно впишусь в ту или иную цифру. Свадебная смета реально важна. Нужно понимать, что любой большой проект, он начинает готовиться только тогда, когда составлена смета. Нередко бывает такое, что молодожены приходят, имея какой-то бюджет, даже им кажется, что вроде бы, казалось бы, большой бюджет. Естественно, каждый день мы с вами не тратим такие суммы. Каждый день мы не имеем на руках такие суммы, которые мы закладываем на организацию свадьбы, на свадьбу полностью. И нам кажется, что это просто колоссальные деньги, что это огромные деньги. И что такое, подумаешь, вот есть вот такая вот сумма у нас, грубо говоря, миллион рублей, есть у меня миллион рублей, это огромная сумма. И что такое отдать за ведущего 200 тысяч, 250 тысяч или 150 тысяч? Ну это ерунда, подумаешь, ну это всего лишь какой-то кусочек, маленький кусочек от моего миллиона. А по факту получается, что в этот миллион вы заложили еще и там банкет ваш, и фуршет, и расселение всех гостей, и то-то-то-то-то-то. И получается, что один банкет и одно расселение съело там 50% вашей суммы этой, и остается вот такой вот мизер, который, из которого вы просто не можете вырвать эти там 200 тысяч или там 150 тысяч на то, чтобы заплатить только за одну позицию. Поэтому, конечно, нужно четко составить смету, четко ее распределить. Нередко я тоже слышала такое, что ну вот я зашел в интернет, и я посмотрел в интернете, что там, ну ты как там набил, набрал там банкетный зал на свадьбу. Я захожу в банкетный зал на свадьбу, сейчас я говорю про цены Москвы, да, и про цены крупных городов, не говорю сейчас про цены небольших городов. Поэтому, ну, соответственно, ориентируйтесь там в два раза, грубо говоря, про то, что я сейчас буду говорить. Так вот, банкетный зал на свадьбу. Вот заходит человек на Google куда-то там, на Яндекс, и видит, что написано, стоимость банкета там полторы тысячи рублей на человека. Ну и невеста думает, так, все, полторы тысячи рублей, значит, умножаем там вот на такое-то число гостей, и все, вот столько у меня выйдет там на моих гостей по еде. Дальше она там набирает, значит, фотограф на свадьбу, и первое там то, что выскакивает там, фотосъемка свадебного дня там, ну, грубо говоря, там, не знаю, 8 тысяч рублей. Она такая, ага, ну нормальная цена, 8 тысяч рублей там, забивает себе так, записывает 8. Так, следующее там, видеосъемка на свадьбу, ага, 10 тысяч, все, хорошо, 10. И тут она, значит, все позабивала, все посмотрела. Ведущий там 15 тысяч рублей, звук, свет, все, all inclusive, all inclusive, пожалуйста. Позабивала, смету составила, и в полной уверенности, что она прекрасно укладывается в свою сумму, небольшую, да, которую она изначально заложила на свадьбу, что у нее еще и останется, еще и там можно свадьбу, там, я не знаю, платье от Веры Ванг заказать, грубо говоря. А еще и там костюм какой-нибудь от Армании купить. В полной уверенности, что абсолютно всего хватает. Но по факту, когда человек начинает копать, он приходит к тому, что, слушайте, а таких цен-то нет на самом деле. Таких цен нет. Опять же, знаете, вот интересно, я опять же сталкивалась с такими, да, когда мамы, например, там, возвращаясь, да, взаимоотношения между родителями и детьми, когда невеста приходит и говорит, вот мне, вот мы посчитали, вот у нас там, нам нужна вот такая сумма на свадьбу. Мама вот с такими глазами, да ты что, да ты что, да тебя там, сейчас тебе лапшу на уши навешивают, ты что, откуда такие цены вообще? Можно вот все гораздо дешевле. И вот мама заходит, набирает где-то в интернете, там, ведущий на свадьбу, там, а да, или там что там, не знаю, мама набирает, и выскакивают эти цены, они говорят, вот, какие там 60 тысяч на ведущего, какие там 70, вот, прекрасно, ведущий 10 тысяч рублей, там, 15 тысяч, прекрасно мы укладываемся. Так вот, возвращаясь к тому, что девчонки чаще всего это, это просто замануха, понимаете, это, ну, ловка такая, это уловка, чтобы вы прошли и... там, заинтересовались уже после этого, ну, узнаете определенные там цифры. Особенно часто эти уловки всплывают с банкетными площадками, когда, да, у нас полторы тысячи на человека, но... Да и вот это но, оно происходит тогда, когда вы уже внесли какую-нибудь там сумму, и вот это, и появляется вот это но. Но у нас, нам, для того, чтобы вы сделали свое мероприятие здесь у нас, вам обязательно нужно заказать нашего ведущего. Но! Для того, чтобы вы сделали там мероприятие у нас, вам обязательно нужно заказать там на банкетной площадке наш торт. Но! Для того, чтобы вы сделали, вам нужно там оплатить аренду зала. Мы вам об этом не говорили, но просто мы думали, мало ли, может быть, вас устроит, что будут здесь ходить другие люди. И так далее, и так далее. Возникают вот эти вот нюансы, и, естественно, вы выбиваетесь из того бюджета, который вы изначально себе заложили. И вы думаете, ну, я что-то вообще как это, я что-то не понял, ведь я рассчитывала на эту цифру, а по факту у меня получилась совсем другая цифра. Хочу обратить внимание на то, что, ну, не лишним будет проконсультироваться с тем человеком или с теми людьми, которые знают это, которые в этом разбираются, которые сделают, по крайней мере составят смету и адекватную, возвращаясь к первому пункту, адекватную. Потому что, вот, например, когда мы с ребятами начинаем работать, первое, на первой встрече, первое, что мы начинаем делать, как вы думаете, что? Мы реально составляем смету. Это самое первое, что мы начинаем делать, чтобы люди понимали вообще, в какую цифру они выйдут, вообще какая цифра адекватна для того, чтобы организовать их мероприятие. Это самое первое, это самое ключевое, чтобы они понимали, сколько это будет стоить. Второе, тут опять же нужно понимать, что организатору важно не впарить вам подороже, как многие заблуждаются, а организатору важно сделать классный проект. Для организатора это стимул сделать крутой проект. Это важно. Организатор лишний раз обратит внимание на соотношение цена-качество. Никогда в жизни ни один адекватный организатор, адекватный, я возвращаюсь к слову адекватный, не тот человек, который заскочил, поорганизовывал и выскочил, а адекватный организатор, который борется за свою репутацию, который хочет работать на этом рынке и так далее, никогда в жизни он не будет вам предлагать дешевую какую-то туфту, если понимает, что этот фотограф не сможет сделать классных снимков. Если он понимает, что этот видеограф не сможет сделать классного видео. Если он понимает, что этот ведущий не сможет никогда в жизни провести круто программу, если он понимает, что на этой площадке невозможно сделать красиво, вкусно и комфортно. Никогда в жизни организатор это не предложит. Он даже не покажет вам эти варианты, потому что для него реально важна репутация. Это первое. А второе, это важно, чтобы было соотношение цена-качество. Конечно, в идеале, если есть варианты, чтобы это было недорого и круто, это первое, что вам предложит организатор, исходя из вашего бюджета. Если есть такие варианты, это самое первое, что он предложит. Именно поэтому я постоянно везде говорю, девчонки, начинайте раньше, начинайте раньше, начинайте раньше. Потому что вот это соотношение цена-качество. Хорошие организаторы знают места, где можно сделать за адекватные деньги. Не буду говорить сейчас слово недорого, а за адекватные деньги, но с крутым качеством. Они знают это. И, естественно, организаторы, к которым невеста приходит заранее, естественно, они своим невестам первым делом что предлагают? Они своим невестам первым делом предлагают те места и те варианты, которые действительно по адекватной стоимости и действительно с крутым качеством. Вот какая штука! Вот это реально важно понимать. Подводя итоги, в очередной раз хочу обратить ваше внимание на то, что девчонки, мои дорогие, никогда не начинайте организацию свадьбы с того, что вы просто там заказали фото. Как вот знаете, вот я опять же спрашивала у девочек на встрече. Девчонки, что у кого готово? Девчонки говорят, ну у нас там фотограф уже найден, площадки еще нет, у нас там ведущий уже найден, площадки еще нет, у нас там площадка есть, там это есть. То есть никогда не начинайте организацию свадьбы с бронированием какими-то кусками, да, потому что если не составить смету, если четко не распределить бюджет, если четко не иметь представления о том, что и сколько вы готовы потратить на ту или иную позицию, это просто будет бездонная бочка. Бездонная бочка. Хорошо, если эта сумма есть. Хорошо, если вы понимаете, что, ну да, ничего страшного там, здесь больше, здесь меньше, ничего страшного там есть, откуда взять. А если их нет, этих денег, да, если нет возможности, то что? Ну, то рассрочка или кредит, это единственный, наверное, вариант, который спасет. Подводя, все, давайте отчертим и подведем итоги. Не забываем о том, что бюджет должен быть адекватен и адекватен именно со стороны соотношения цены и качества. И не забываем о том, что ключевое первое – это свадебная смета. И не забываем о том, что никто с вас не возьмет денег за какую-то консультацию. Поэтому если вы понимаете, что в ваших городах есть специалисты, если вы понимаете, что есть человек, к которому можно обратиться, этот человек не просто работает ведущим, да, или не просто работает там фотографом, где-то, у которого можно спросить, как ты думаешь, сколько там стоит, а именно человек, который работает именно в рамках полноценной организации мероприятия, именно организатор, именно агентство. Есть специалист, к которому можно проконсультироваться. Делайте это! Делайте это! За спрос денег не берут! Делайте это! Тогда ваша свадьба, скорее всего, будет совершенно иного уровня, совершенно иного качества, и, скорее всего, организатор поможет вам сделать так, чтобы вы не вышли за рамки бюджета, чтобы вы понимали, в какую цифру вы можете вписаться.